Человеческий передал Ручка лами чернильная С 2 мм шириной Перо? Перо, да Оно линяется или вечером? Нет, я вообще больше люблю 2.8 или 3.4 Потому что для каллиграфии надо потолще Надо потолще Вообще каллиграфическое перо Для таких вот экзерсисов Оно начинается с С 3 21.05 в Москве Это Невзоровские среды Меня зовут Ольга Журавлева И из Петербурга К нам присоединяются Алло, алло, вы нас слышите? Александр Невзоров Да, мы вас слышим Виталий Демарский Да, да, да Виталий Демарский Все на месте Мы здесь, в гостинице Гильвеция Где важнейшее событие Это выход Книги Владельцы гостиницы Гильвеция Юниса Теймур Ханлы Книга уже вот живьем на столе И насколько Да, насколько я понимаю Она уже превратилась в бестселлер Я могу сказать, что программа Которую мы сейчас видим Просто перебила Наше с Невзоровым Чтение книги Мы сидели, читали И тут вот друг на друга Приятно узнать, что вы читаете книги Это здорово Более того Ну у нас одна на двоих Да Более того В Гильвеции Ж 30-го, по-моему, да? 30-го мая 30-го Антон Красовский И я должен сказать, что на него, конечно, обязательно надо идти Потому что из всех таких вот новых звезд журналистики Красовский, вероятно, все-таки самая яркая Самая скандальная Самая буйная звезда Ведущая себя всегда безобразно Но всегда очень интересно А помимо этого у нас есть новая выставка в галерее «Свиное рыло» «Свиное рыло» «Свиное рыло» Где все классики современности Начиная от Коли Копейкина Продолжая Васи Ложкиным И продолжая всеми колхуями У них все колдовские художники Они называются «Секта колхуи» Это не мои выдумки Это просто Сейчас только что Невзоров перечислил всех художников, которые он знает Нет, там есть, я знаю, и всех колхуев тоже Ну вот, да, еще «Свиное рыло» «Свиное рыло» — это название галереи Это название галереи Это название галереи И название художников Да Но все-таки вы, как жители, хоть временные, хоть постоянные Петербурга Не можете не отреагировать на самую главную новость сегодняшнего дня Почетные граждане получили по 45 голосов, насколько я знаю И появились два новых почетных гражданина города Санкт-Петербурга Отметьте этот факт, Александр Глебович, пожалуйста Я отметил, да, почетными гражданами стали Валентина Ивановна Матвиенко И Владимир Гундяев, он же Гуня, да Он же сценический псевдоним, патриарх Кирилл В общем, в связи с этим возникли определенного рода проблемы Теперь стало понятно, что систему голосования в петербургском ЗАГС Надо каким-то образом переделывать Для чего? Для того, чтобы удобнее было бы бить челом в кнопку Потому что в такой ситуации просто и неуважительно нажимать пальцами бессмысленно И поэтому большинство депутатов вот так вот челом било Грохот стоял страшный Но и заодно здесь задачка по элементарной математике За Сокурова проголосовала как за почетного гражданина 9 депутатов За Гундяева 45 Решите мне, пожалуйста, арифметическую задачку Сколько подхалимов и халуев в ЗАГСе Я думаю, задачка не сложна А потом я еще хочу отметить, что сейчас на Собаке Вы знаете об этом, да? Собака.ру, знаменитое петербургское издание Там сейчас идет голосование в рубрике «Лидер мнений» Вот там в этой секции «Лидер мнений» Ваш покорный слуга И я бы хотел всех, кто слушает «Эх, Москвы» там увидеть В каком смысле увидеть? Ну там можно проголосовать Ага, то есть вы сейчас рейтинг себе хотите повысить Понятно А почему себе? Я не хочу повысить, я его уже повысил Невзоров предлагает голосовать за кого хочешь Да, абсолютно Там есть четыре крайне симпатичных кандидата Но среди них я Так, затем давайте мы И самый симпатичный Подождите, подождите Мы же еще не закончили У меня один вопрос остался Про вот этих самых депутатов А как так получилось, что многие Так называемые оппозиционные депутаты ЗАГСа Говорили, что они собираются голосовать за Сокурова и Пьеху А потом что-то вот как-то хлоп И получилось, что не смогли Их пытали, как вы думаете? Нет, я думаю, что их просто многозначительно Взяли за пуговицу Но зато теперь вы можете быть совершенно спокойны за Гундяева Потому что согласно статусу почетного гражданина Он имеет возможность бесплатно ездить в трамвае в Санкт-Петербурге И более того, что еще, наверное, более приятно и важно для него Он будет похоронен за счет городской казны На одном из ленинградских кладбищ Вероятно, это и было его тайной целью Главный вопрос А Исаакий в связи с этим достается почетному гражданину? Или это звание почетного гражданина вместо Исаакия? Посмотрим Давайте не будем гадать Давайте сейчас перейдем Это все-таки метафорические вещи Давайте обсудим нападение на Венедиктова Это тоже петербургская история Да, это тоже петербургская история важная В его месте мог бы быть лидер мнений Невзуров, если я правильно понимаю В его месте должен был быть я Потому что изначально предложили мне беседовать с Прохановым Но я, естественно, сказал, что я даром этого делать не буду А на открытых чтениях денег не платят А я пират и наемник, ребята, вы что, забыли? Но вместо меня вызвался вступить в бой с Прохановской силой Светлый рыцарь либерализма Венедиктов Который вообще святой, да он даже в быту ходит в нимбе Обратите внимание, у него теплый, зимний, хорошо начесанный нимб Который заметен издалека И вот надо сказать, что эта ситуация уже наводит на серьезные мысли И здесь можно сделать некоторые важные выводы Эта история показательная и очень важная Мы видим, что все это становится системой То с мочой, патриоты налетают То с калом, то с кислотой, то с зеленкой И на охрану, как становится понятно, рассчитывать нечего Вы эту пленочку видели вообще, Ольдар? А как же? Так Удивительный феномен Почему-то на то, что Проханов не среагировал, я не удивлена А почему не среагировал присутствующий там ведущий И как-то вот Окифея просто наблюдал это все И почему-то страшно волновался Что это случилось? Да, ну вот они сидели как три ждуна А что надо было делать? Сейчас расскажу Во-первых, вот поскольку это касается очень многих Очень многие выходят на публичные мероприятия, на лекции, на слушания, на диспуты И я хочу в двух словах кратенько объяснить, как надо поступать в таких ситуациях Во-первых, не идите на поводу у организаторов, когда вам объясняют, что вот есть только такие кресла, только такие стулья Что нужно? Во-первых, нужно иметь максимально длинный и легкий столб Дело в том, что у вас всегда будет возможность опрокинуть этот столб под ноги набегающих и нападающих И если вы это делаете квалифицированно, он еще и запутается в этом столе и грохнется И вот до тех пор, пока публика томится в фойе, а еще не впущена в зал Не постесняйтесь отрепетировать Репетируйте не тезисы и не блестящие реплики Отрепетируйте опрокидывание стола Второй пункт очень важный Для себя требуйте кресла только на офисных колесиках Для того, чтобы можно было резко отъехать назад Это опять-таки требуется для успешного опрокидывания стола под ноги нападающих Затем не идите опять-таки на поводу, если вам предлагают тяжелые массивные идиотские кресла Почти гинекологические, в какую усадили веника бедного Требуйте для себя вот такой офисный стул А рядом ставьте стул легкий и металлический И отработайте Главной рукой взять Да, чтобы его можно было взять одной рукой И отработайте несколько простых движений Уверяю вас, что раскрученный над головой металлический стул Сильно уменьшает пафос нападающих От того момента, когда намерения становятся ясны До момента пика событий, когда уже существо приблизилось Очень много времени для того, чтобы принять любое правильное решение Более того, не стесняйтесь этим стулом бить Потому что даже если будут какие-то проблемы с законом Все равно все это будет, скажем так, шатка и валка в пределах необходимой обороны С учетом всяких историй с кислотами Но уверяю вас, что просто вот случайно задеть раскрученным стулом Тоже будет не очень приятно То есть здесь надо предпринимать все меры и предпринимать их категорически То есть не взоров советует, чтобы сам выступающий попал в полицию Ну, вы знаете, это лучше, чем получить кислотой, мочой и так далее, и так далее От патриотов, которым скажут А какие вы рекомендуете все-таки всем выступающим надевать? Ну, вы знаете, если... С стеклами Не знаю, можно Но я рекомендую лучше потратить денек драгоценного времени И овладеть навыками работы со стулом Это вообще в жизни неоднократно пригодится Я понимаю, что странно и бессмысленно давать совет всем этим интеллигентам Они до конца будут уверены, что у них-то именно все будет хорошо Но я очень рекомендую потренироваться А может с оружием ходить? Это легко, да не надо с оружием С оружием можно влипнуть в какую-нибудь историю А если вы просто раскручиваете над головой стул для самообороны А негодяй ударился об этот стул Об ваш стул лицом и лбом Но это его проблема В конце концов, здесь всегда Ведь у нас, слава богу, еще этот закон То что называется Что дышло Затем у нас следует... Я не знаю, почему вы лидер мнений Вот я сейчас слушаю вас и понимаю Конечно Ну кто еще? Конечно Конечно Голосовать Я сейчас, конечно, это смогу и доказать дальше Потому что у нас ведь есть конфликт Навального и Усманова А это вообще конфликт или это киноэпопея? Нет, я подозреваю, что это конфликт Я, например, занял в сторону Усманова Ну, во-первых, чего вы хотели еще от наемника и пирата? Это первое А во-вторых, я вам... Нет, пока нет И у нас не было разговора об этом Нет, я вам скажу Дело совершенно не в деньгах в данном случае Я вам могу сказать, что Признаюсь, меня вообще тошнит от добродетели Честности и бескорыстия Я подозреваю, что если поступок не продиктован Какими-то меркантильными Соображениями, то он имеет К сожалению, какие-то патологические возбудители А всегда лучше иметь дело с вором, чем с фанатиком При том, что Навальный мне сам симпатичен Я-то надеялся, честно говоря, что К дню именин Гундяева Он предложит нам к праздничному столу Тушку Кирилла, да? Но вместо этого он решил от общественности Отделаться, значит, бедным Усмановым Который в своих роликах выглядит неплохо Но очень смешно Ещё сахарной цвисеченой Подождите, до этого мы ещё дойдём Ему, конечно, надо поучиться И он сможет блистательно отвечать на такие штуки Но вообще, я надеюсь, что в действиях Навального тоже есть Нормальный расчёт И что им руководит не так называемая Тошнотворная добродетель Обратите внимание, все же реагируют по-разному Вот сидит дядюшка Зюганов И бурчит, бурчит на всю страну Про то, что Навальный ведёт на убой молодёжи И в голосе Зюганова слышна грусть Потому что коммунистам кого-нибудь вести на убой Уже это удовольствие недоступно Да, вот знаете, так бабушке у подъезда В платочке, которая в своё время Вот бабушка, которая дала всему заводу При виде любой девушки на каблуках Она кричит, проститутка, проститутка Примерно так же реагирует на Навального дедушка Зю Это всё очень смешно Ему остаётся только поджать губки и осуждать Ну, как говорил товарищ Сталин, завидовать будем, так Да, 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 да Ну, кстати говоря, тут вообще много забавного Вы знаете, что в ДНР теперь есть свой Верховный суд И туда уже даже, да, туда уже даже закупили Все в шопе резиновую женщину Так, это вот Это вы откуда сделали? Судья или присяжная? А это я взял из первоисточника Это присяжная она будет? Нет, она будет фемита И они долго-долго обсуждали А что, собственно говоря, ей надо завязывать Дело дошло до поножовщины Но поскольку в Верховный суд к тому времени Доставили ящик семечек То Верховные судьи что-то завязали резиновой фемите И принялись обсуждать Я подозреваю, что это будет достойным дополнением К бреду Захарченко Про бабушку, которую пытали в Рейкьявике Про то, что действительно он прыгал на кровати И про то, что инопланетяне делятся технологиями с ДНР Вы еще не слышали этого откровения? Это уже тоже есть Кто еще с инопланетянами общается? Да То есть вот такая вот у нас прелестная история в ДНР Но там все это происходит в рамках жанра Ну и в рамках, я так понимаю, бюджета Они могут только небольшую себе фемиду позволить Давайте все-таки к ложечкам обратимся Нормально А, ну с ложечками вообще же очень забавно Единственное, что там есть и корница, и сахарница Салфетница Салфетница Надо сказать, там, конечно, попал, подставили жутко Мишу Бедный Миша Леонтьев долго и красноречиво описывал Что вот, значит, без ложечек и корниц, и конфитниц Ну вот просто конец Роснефти Просто конец, потому что наступит бедствие и хаос Он сам зачем-то выступил и сказал, что только и корницы, и ложечки спасают топ сотрудников от антисанитарии Можем процитировать Мишу Леонтьева Иначе нельзя и без них никак приходится есть с пола, вытираться рукавом и гадить в углу Но мы знаем, мы знаем, что от закупки отказались И даже страшно представить, что сейчас творится в Роснефти Как они теперь выходят из положения И понятно, что теперь к ним должно регулярно наведываться СЭС Чтобы у них полы были чистыми и рукава постиранными Но надо сказать, что СЭС вообще то, что называется, громко щелкает клювом на всю страну Потому что, как вы знаете, совсем недавно на территорию Российской Федерации Были ввезены фрагменты трупа неизвестного мужчины Погибшего, умершего от неизвестной болезни Вскрытие и судмедэкспертиза не проводилось Никаких заключений нет И никакого медицинского освидетельствования этих ввезенных останков тоже не было Вот тут Роспотребнадзор, конечно, клювом прощелкал капитально Я говорю о так называемых мощах Николая Мерликийского При том, что непонятно, как попались в очередной раз на эту удочку Потому что, вот я абсолютно подчеркиваю, не хочу никого обидеть И не хочу никого оскорбить Но, судя по всему, я теперь точно знаю, кем был Николай Мерликийский Он, судя по всему, был удавом Потому что только у удава можно наблюдать 200 пар ребер А именно такое количество ребер хранится по различным ракам, реликвариям и мощехранилищам Европы, России и Азии Ну и говорят же, что без импорта и в России достаточно никого мощей Нет, их вообще очень много Потому что вы должны понимать, что первый поток фальшивых мощей Мы не будем говорить о том, что что-то подлинное, что-то неподлинное С таким же успехом можно обсуждать подлинность сачка Винни-Пуха или пропеллер Настоящий пропеллер Карлсона Понятно, что первая волна подделки мощей у нас приходится примерно на 8 век С 8 по 12 И тогда можно было на каждом углу, в каждом европейском городишке Купить бутылку с молоком Девы Марии Можно было купить перо Михаила Архангела Тогда каждый, кто хотел иметь мощи, имел возможность быть удовлетворенным Потому что тогда первая мощнейшая волна подделок, частей тел, физиологических выделений этих мифологических существ Была изготовлена и запущена Сейчас с этим тоже, надо сказать, все в порядке Но в основном ориентируются, конечно, на невежественную Россию И есть... Это давно уже рака стоит и прекрасно приносит доход городу Нет, она приносит Но я вам могу сказать, что в Баре есть пара профессоров Которые делают великолепные подделки Причем снабжают эти подделки всеми сертификатами Есть Маркус в Штутгарте Всемирный известный поддельщик мощей Есть небольшая фабрика по мощам в Амстердаме Там тоже делают очень хорошие документы с печатями Эти печати епископские 15 века Там делают абсолютно точные реплики реликвария в старинных Но и практически все 100% мощей, которые привозятся в Россию каким-то левым образом Через спонсоров, спонсоров, благотворителей Это уже подделка не та вот древняя старинная подделка 11 века А это подделки недавних пор Получается, что это мировой бизнес Это не мировой бизнес Это недорого Вы сейчас можете купить ягодицу любого христианского святого Где-нибудь на рынке в Милане за 200-300 евро И потом прикладываться к ней до потери Пуста Саша, невежество, невежество Зачем сегодня туда пошел Путин? Ну Путин пошел, потому что он Он должен быть с народом? Я не знаю, я здесь отказываюсь обсуждать Он хочет чудо? Я подозреваю, что нет Но он считает, что он управляет православной страной И ему надо изображать православность А страна считает, что если у него православный президент То ей тоже надо в это играть Вот когда этот порочный круг будет разорван Тогда все вероятно скажут А мы думали, что это вы А они скажут А вы думали, что это вы Но здесь надо понимать Что у любых любителей Просуждать на тему подлинности На неподлинности Нет вообще никаких аргументов Нет никаких доводов Почему? Потому что никогда Ни при каких условиях Не производилась Никакая экспертиза Так называемых мощей Никогда-никогда не производилась Это делается под благовидным предлогом Что для того, чтобы, например, сделать радиоуглеродку Радиоуглеродный анализ Часть мощей, да, действительно Нужно сжечь, уничтожить Превратить в пепел И только этот пепел анализировать А они как бы не могут на это пойти Всякие ДНКшные экспертизы Тоже предполагают уничтожение Части лабораторного материала Какого-то фрагмента А они изображают, что Они на это тоже пойти никак не могут Но, тем не менее, я подозреваю Что вот это вот сегодняшнее Новое Новый вал мощей, который идет в России Это все, конечно, Китай Потому что китайцы давно поставили Давно наладили поставки И в Амстердам, и в Штутгарт Причем китайцы-то не понимают европейцев Они давно уже предлагают делать мощи Гораздо более интересно Они предлагают делать мощи с сенсорами Которые бы в ответ на поцелуи, например Отзывались бы ответным воздушным поцелуем Или делали бы ручки Или подмигивали бы Они вообще предлагают это дело модернизировать Но угрюмые православные попы Они как бы пока это все отказываются делать А вот наша слушательница Сейчас, подожди-ка А вот наша слушательница Аня За это вообще разумный, по-моему, вопрос А существует ли санитарный регламент ввоза мощей? Или ввоза такого материала, как... Ну, понимаете, если мы говорим вообще о каких-то санитарных регламентах Мы обязаны начинать с того, что совместное поедение Большим количеством людей, здоровье которых не установлено Из одной миски так называемого причастия Это уже глубоко антисанитарное действие И давно СЭС должно было бы стоять на рогах Но я лучше вам объясню, откуда вообще взялись эти культы мощевые Я хотел у вас спросить Вы же учились в соответствующем заведении Вам же рассказывали Кто разобрал первый раз святого на детали И раздал по разным городам Откуда это пошло? Нет, вообще это присуще всем дикарским культам Потому что уверенность в том, что частички трупов Содержат магическую силу, которую понимают Мы можем эту уверенность обнаружить у дикарей Новой Гвинеи Африки, Полинезии Там, как вы знаете, все духи покровителей Духи покровителей семьи Духи покровителей села Изготавливаются из умерших родственников При том, что это могут быть и родственники горячего копчения И могут быть сыровяленые родственники Там рецептура колоссальна И в культе Майо Это есть такой культ, который допускает Кстати, помимо поклонения трупам Он допускает всякие симпатичные вещи Типа каннибализм, оргии Есть культ Имму Имму – это культ колдунов-убийц Которые тоже в свое время Очень много сделали для почитания различных фрагментов тел Есть камбара Аним То есть практически везде, где мы сталкиваемся с фактором Так называемого первобытного мышления Мы обязательно видим вот это вот Почитание кусков трупов И уверенность, что в куске трупа содержится какая-то колдовская сила И вот лично мое мнение Опять-таки, никого не хочу обидеть Вот то, что происходит, это, конечно, преступление Потому что, зная доверчивость, невежественность народа Народа, который убежден, что солнце вращается вокруг земли И сколько у нас четверть примерно публики И вот делать эту возгонку первобытного мышления Делать дикарство какой-то общеустановленной нормой Это, конечно, по меньшей мере нехорошо А потом, чего тогда, собственно говоря, удивляться терактом Вот у нас очередной теракт где? В Манчестере, да? В Манчестере, да? И опять, согласно сегодняшней идеологии Террорист ведь действовал, извините, из самых лучших побеждений Он действовал из религиозных побуждений А вот эта возгонка религиозности всех убеждает в том, что это некие, извините, самые лучшие побуждения Поэтому вот так подпитывать первобытное мышление Не бороться с ним, а подпитывать Это очень рискованная штука А откуда происходит культ мощей Я постарался вам, как видите, кратко, но объяснить Александр Невзоров и Виталий Дымарский из Петербурга Это Невзоровские среды Меня зовут Ольга Журавлёва Встретимся после новостей Невзоровские среды Фух, глупо Мы очень опять быстро идём, нет? Ничего? А? 21.30 столетия на их новости У микрофона Елена Лиховская Здравствуйте Президент Украины Пётр Порошенко поручил выдать жителям Крыма И самопровозглашённых ДНР и ЛНР Украинские паспорта Об этом сообщает телеканал 112 Украина Если объективно возникают проблемы с выдачей документов Люди, которые находятся на оккупированной территории Надо проанализировать нормативную базу Шесть паспортов людей оставлять нельзя Сказал президент Украины У нас же, во-первых, ещё поведение Да Да, когда ты можешь делать, всё же ты хочешь Абсолютно Чай, хотите? Чаю, да, могу, могу предложить чай Чай, варенье, пожалуйста У нас здесь широко Шашлык не можем, к сожалению Хотя надо вообще подумать над этим Мои любимцы, попросить нам здесь Пошли, кастерчик, мясо пожарили У вас какой-то бешеный блеск в глазах Дымарский штук Есть хочу, может быть Надо об этом сообщить, куда следует, между прочим Я не веду Асю Асе надо сообщить Я думаю, что немедленно начнётся переменоваться Правда, есть хотите? Вы думаете, сразу нахнёт себе шашлык жарить у нас на столе? А, конечно, конечно Надо шашлык себе Шашлык себе Или кофей не сам На улице Нет, там шум на улице И что нам этот шум Министерство труда, интернет-издание у газеты РО Пояснили, что речь идёт об административном и вспомогательном персонале В частности экономистах, юристах, программистах, сантехниках и уборщиках Президент отметил, что администрацию надо провести с учётом реальных возможностей бюджета Издание отмечает, что, вероятнее всего, новые расходы переложат на регионы Хороший пришлок Кто ли делал Ильич? Целёхатик Как называется новый студент? В Питере новый студент, который открыли Зенитарена? Зенитарена, ну, в общем, да С тройки? Крестовская интернета Хорошо Ну, почти Целёхатик Мы зато от любых хорей С последствиями киператаки Об этом сообщает агентство Reuters Со ссылкой на сотрудников компании Согласно этим данным, некоторые компьютеры пока не удалось восстановить После заражения вирусом Ванакрай Кроме того, атака вывела из строя автоматическую систему управления очередью Зенитарена, как вы думаете, есть ли какой-то сглаз у России Или наша дурничная, ведь чисто природный коржа Вирус не затронул компьютерную сеть компании Одеваем? Невзоровские среды 21.35 Москве И снова с вами Невзоровские среды Меня зовут Ольга Журавлёва Из Петербурга С нами Виталий Дымарский и Александр Невзоров Александр Глебович, прежде чем мы перейдём к другим темам Вы не могли бы мне ответить на вопрос вдогонку по мощам Вы же всё-таки как-то вот в какой-то момент интересовались церковной жизнью Считали себя верующим Нет, я никогда не считал себя верующим Для меня это было такое, я бы сказал, приключение Но не забывайте, что на тот... Да, я... Но за счёт того, что я великолепно выяснил, как всё устроено Я и имею ту возможность быть, скажем так, неотразимым и непарируемым в этом вопросе Только потому, что я очень хорошо знаю вопрос, о котором я говорю В данном случае это хорошая возможность перейти к поповедению Вот тут издательство «Эксмо» разродилось очередной книжкой Дмитрия Савина Называется она «Превыше всего» Это роман, роман о церковной жизни О том, как у них там всё устроено Поскольку я не читаю художественную литературу Я передаю роман Дымарскому Которому, который должен обязательно дать о нём заключение Но вообще это всё... Помните, да, это ещё... Александр Глебович, а вы считаете, что я должен это прочитать, да? Но если бы он всё-таки вслед за книжкой... Нет, нет, всё, вслед за книжкой Юниса Нет, Дымарск читает, Дымарский читает художественную литературу, а я не читаю Но вообще это всё очень укладывается, как я понимаю При том, что об этой книжке очень хорошие отзывы Монахини Ксении, епископа Григория, Лурье моего друга Но это всё очень укладывается Помните, был такой замечательный адвокат Плевак Знаменитейший русский адвокат Который ещё в конце XIX века До всяких декретов о свободе совести и вероисповедания Позволил себе в московском окружном суде Во время суда над такой игуменьей Митрофанией Потому что жульничали попы всегда Он произнёс речь, которую закончил под овацию присутствующих словами Он обращался к попам Стройте, стройте стены своих монастырей повыше Чтобы никто не видел и не подозревал о той мерзости Которую вы творите под покровом ваших ряз и обителей И вот я думал, что это могло бы быть эпиграфом к этой книге Что касается непосредственно поведения Оно очень простое, потому что оно формальное Мы знаем про то, что запрещено давать в России неблагозвучные и нелепые имена Вот как вы думаете, если придёт на днях молодая пара в ЗАГС регистрировать ребёнка И пожелает дать ему имя Повсикакий Хорошее имя И, кстати, отчество из него красивое Да, Повсикакий, Повсикакий вещ Но вот Православная Церковь как раз отмечает День Святого Повсикакия Кроме того, то ли завтра, то ли вчера, то ли сегодня То же вы знаете, когда выйдет, то можно Вот есть имя Но надо сказать, что сам Повсикакий ничем не прославился Он был известен только тем, что он люто преследовал различных инакомыслящих и вольнодумцев Как и все христианские святые Но, в общем, благополучный и мирно опочил Нет, вообще имена есть чудесные Не забывайте, что есть еще прекрасное греческое имя Песестрат И вот, если бы вот рядом поставить Повсикакия Вы смеете, как третиклассник, ну что вы, ей-богу Вы знаете, а мне кажется, что это оба Обе, оба Нет, я просто наблюдаю за Демарским, тот покатывается Нет, нет, просто Повсикакий, я думаю Он как раз из Роснефти У него не было без рюмок Без усагам, не цигнет Помните, да, что нам ориентиф обещал Оль, я заразил Демарского казарменным юмором Которому я имею склонность Абсолютно Да, я могу тогда художественную литературу Чтобы продолжить их Я тут обнаружил сообщение Что Рогозин сообщил Что Россия может построить авианосец Вот вышел Хлопнул об пол шапкой Я думаю, что об этом чудотворце просит Зачем, когда можно спустить просто на воду зенит-арену Избавить Петербург от этого позора И полностью удовлетворить Рогозина Который сможет покинуть этот корабль последний Это тоже очень красивая и очень симпатичная история Я предлагаю обсудить еще у нас Есть важная тема Которой не хотелось бы от нее уйти Это две бредовых одновременные инициативы Одна инициатива, ну, Мединского Лишняя хромосома Национальных героев Да, да, да А вторая это Васильева Которая требует сделать ЕГЭ Обязательным для Да, по истории Тем самым Господи, сейчас есть математика русский Три по выбору, по-моему Будет еще и история обязательная Ну, все равно Все равно не учат всем Нет, пойми, есть нормальные дети Которые очень хотят заниматься физикой, химией Которые хотят заниматься естественными науками Но теперь без зазубривания Издавания всего этого бреда Который они называют историей Который, в общем, является личной выдумкой Славянофилов и примкнувшего к ним Мединского В 20 веке Они же не изобретали события, которых никогда не было Они все отлакировали Это все не является ни в малейшей степени Никакой достоверной информацией И вот теперь те чудные дети Которые хотят заниматься математикой, физикой, химией, биологией Вынуждены будут не поступить в институт Просто потому, что они не знают этой всей ахинеи То есть здесь гораздо более глубокий капкан Гораздо более глубокая волчья яма Чем это кажется на первый взгляд Зачем это нужно Васильевой? Зачем это нужно Мединскому? Но Мединский блеснул Он предложил национальные герои, если не ошибаюсь Всяких там никому не нужных Каких-то Шуйских Каких-то Вратынских Павлика Розова Кобина Шуйского и Михаила Шейна Забыли, а Минина и Пожарского Помнят нехорошие россияне Да При том, что обратите внимание Что у Мединского Никогда не поворачивается язык Упомянуть о ком-нибудь Кто действительно созидал Если говорить о славе России И о том, что она дала миру Ведь никто же не вспомнит Блин Зельдовича Никто не вспомнит Капицу Никто не вспомнит Гинсбурга Никто не вспомнит Харитона Которому эта страна была обязана Миром Не всем этим полчищем Тупым Не ЦК А Харитону И еще нескольким физикам Которые в общем создали Великолепную ядерную программу И о том, что такое было Настоящее величие Вот я видел своими глазами Мне довелось довольно много Общаться с Харитоном И он, кстати говоря Рассказывал о себе Потрясающие вещи Я не знаю, может быть он рассказывал Кому-то и они где-то опубликованы Но я нигде этого не встречал и не читал Харитон мне рассказывал Что к нему обратились С вопросом о том Какое у него воинское звание И состоит ли он на учете в военкомате Но поскольку тогда воинские звания А он был к тому времени уже Главой Арзамаса 16 То есть Советского ядерного центра И все эти армейские Субординационные вещи Происходили как-то автоматически Он ничего об этом не знал И вот Харитон Будучи очень ответственным человеком Юль Борисович С оттопренными прозрачными ушками В беретике Такой маленький-маленький Он пришел по месту прописки В Москве в военкомат Он рассказывает мне об этом Он пришел Жмется Там здоровенный какой-то такой Капитанище Который в этот момент По телефонной трубке Болтает с возлюбленной Обсуждая значит ее коленки и задницу И который при виде маленького Харитона В беретике сказал Ты погоди Ты погоди Сиди дед Сиди значит Харитон подождал 10 минут И наконец снова Сказал что вот знаете Мне вот надо было бы узнать В каком я звании Состою ли я на учете Ему сказали Ну вам же сказали подождать Да Харитон терпеливо ждет Наконец прошло 40 минут И капитан соблаговолил Двинуть свою тушу туда В картотеку и в архив А дальше Харитон рассказывает Я услышал странные звуки Я услышал что что-то упало Потом я услышал топот Через несколько минут Ко мне вышли Перекошенные и белые Начальник военкомата Совершенно белый капитан У них у всех были приставлены К вискам руки Они сообщили Харитону Что он находится в звании Товарищи генералы Сказали они Вот Харитон об этом рассказывал С такой очаровательной улыбкой Настолько не придавая Всем этим глупостям Никакого значения А сегодня эти капитаны Идут в чудотворство Да Сегодня они идут Но поверьте завтра Если начальство распорядится Идти к какой-нибудь буддийской святыне Или станет вдруг популярен культ Вуду Я уверяю вас Они встанут туда Судя по позиции православной церкви По поводу фестиваля красок Не будет у нас ни буддизма Ничего такого Подождите Подождите Оля Подождите Вот не надо Не надо таких мрачных прогнозов Мы знаем Что Россия В общем Потрясающая страна И с потрясающим потенциалом И с удивительной Судьбой И с удивительной Все равно Как ни странно Тягой к свету И просвещению И нормальности И это есть И это всегда будет побеждать Даже если 99% Будут стоять Ведь Россия Это память металла Память материала Россия Удачно Вспоминает свою форму Большой заплаканной очереди Ей все равно Куда стоять К мавзолею В Макдональдс К поясу с чулками Очередному К привезенному Существу У которого было 200 ребер По самым скромным подсчетам Она очень любит стоять В этих очередях Но она и быстро Меняет Свои мнения Вот сейчас Кстати говоря Как вы знаете На Украине В Украине Происходят Любопытнейшие события Там Почему-то Хотя Я уже понимал Что украинцам Лучше никаких советов Не давать Вот Ксения Собчак Решилась им что-то Решилась их Как-то пополучать По поводу В чем сделала Это корректно Доброжелательно И Как друг Украины Но немедленно Получила Жесточайший отлуп Тем не менее Я возьму на себя Смелость Рекомендовать Украинцам Как можно быстрее Как можно Более Однозначно И жестко Решить вопрос С РПЦ С церковью Московской Которая находится На территории Украины Потому что До тех пор Пока Они не Прекратят Деятельность Этой организации Либо Существенно Не урежут Ее На территории Украины До тех Пор Им не Удастся Победить Даже В идеологической Войне С Россией Потому что С Россией Поскольку Это Пропагандистская Организация Это организация Которая Высасывает У Украины Деньги И На эти Деньги Жирует И опять-таки Ведет Войну Против Украины Поэтому Здесь Надо То что Называется Торопиться Очень кстати Говорят А кстати Скажите Отмена Виз С Европой Как-то Повлияет На ситуацию А не знаю Честно говоря Не знаю Потому что Вот то что Называется Надо Сдавать Свои паспорта И в ДНР И в Крыму Поскольку Люди Получают Возможность Ездить в Европу Без виз Получая Украинские Я не удивляю Я не удивлюсь Если Выяснится Да Выяснится Что единственную Фемиду Чем-нибудь Не тем Прокололи Завязав ей Что-нибудь Не то И поехали Куда-нибудь В Амстердам За новой В Сей ДНР Ну Они потом Скажут Что они На самом деле Хотели взять Амстердам Но просто Оказались В секс-шопах Но мы-то знаем Что на самом деле Им будет двигать Но Я просто Хотел Еще Вступиться За Ксинью Собчак Хотя Она меня Об этом Не просила И она Может быть Не нуждается В этом Я хочу Объяснить Украинцам Что В России У них Много друзей А даже Те Кто И не вполне Друзья Руководствуются Очень хорошими Прагматическими Пиратскими Принципами Понимая До какой степени История С Донбассом История История В положение В положении Того самого Существа Которое Совершает Безусловно Глупый поступок Александр Глебович Я хочу Вас Как лидера Мнений Протестировать Еще немного Прежде чем Мы перейдем К семейству Трампа Которое Наверняка Вам тоже Есть что сказать Я хотела бы Все таки Вернуться к России По мнению Зорькина Небезызвестного Без семьи Государство И общество Существовать Не может Разрушение Института Семьи Это подтачивание Общества И нравственных Основ И государства Однако Более опасны Разрывы Общества И государства Отмечу Что либеральная Правовая Философия Исключает Термин Общество И формируется На индивиде Что хотел сказать Валерий Зорькин К чему Он хотел Нас призвать Плодитесь И размножайтесь Или К чему еще Вы знаете Мне горько Горько Это комментировать Потому что Я помню Другого Зорькина Я помню Блистательного Я помню Дерзкого Я помню Храброго И очень Свободомыслящего Зорькина Это было В 90-е годы Я помню Бесстрашные Поступки Зорькина Его Дерзкие Визиты Сквозь Оцепление Омонов В тогдашний Белый дом И поэтому Слушать Тот бред Да В 93-м И поэтому Слушать Те глупости Которые он Говорит Сегодня Мне Честно говоря Неприятно Я бы Не напоминайте Мне больше никогда Про то Что Зорькин Таким стал Ладно Я вас очень прошу Из многих людей Люди Меняются На наших глазах Они не меняются Они чудовищно Портятся И если С Валентиной Ивановой Матвиенко Вообще Непонятно Помним Что она Зачем-то Поехав В Эмираты Закуталась В зеленую Скатерть И Ходила По Эмиратам В таком виде Уважительно Потому что Да не уважительно Не уважительно А вот сейчас Жена Трампа Показала Каким образом Нужно вести себя С этими шейхами И посмотрите Как они стилились Перед ней И посмотрите Как она Гордо Трясла Кудрями Демонстрируя Что она Иной человек Иной культуры Иной цивилизации Которая абсолютно Не обязана Подчиняться Каким-то С ее точки зрения Дикарским И унижающим Женщину Правилам Постановлением Потому что Этот обычай Покрывать голову Это Скажем так Примета Того Мужского Шовинизма Это объявление Женщины Собственностью Это лишение Женщины Возможности Красоваться И демонстрировать Своё собственное Достоинство Поэтому Семейство Трампов Здесь Повело себя Очень красиво Правда Видели эту пленочку Где Арабский танец С амблями Трамп ведет себя В общем Неплохо А вот там Тилерсон И все остальные Вот по-моему У них не было Уверенности в том Что их сейчас Не зарубят Рожи у них Были достаточно Испуганные Мелания Которая за этим Наблюдала Она Вела себя В общем Гордо и прекрасно Но с другой стороны Александр Глебович Когда к папе Римскому пошли То надели Обе черные платья С вуалями Даже на головах Это для чего Было сделано Просто им идет черный Они все-таки люди Люди христианские Я подозреваю Что девчонки То что называется Выпендриваются Они христианская вера Нет Одна Одна из них Одна иудейка Вторая Не имеет никакого Отношения К католицизму Насколько я помню И Ну Поймите Да Вот Мне сегодня утром Замечательное Украинское Издание Обозреватель задавала вопрос А по какой причине Там Мелания Трамп Когда Трамп пытался взять ее за руку Почему она Отдернула свои руки Ну откуда мы знаем Да Может быть он не моет руки После сортира И она хорошо Осведомлена Об этой его привычке Точно так же Мы не знаем Может быть Девчонки не успели Помыть голову Перед визитом К папе Римскому И по этой причине Вынуждены были То что называется Покрыть головы Дамы Это вообще Предельно Загадочные существа Вычислить Какую-то Да Вычислить Какие-то Закономерности В том Что они делают Со своей внешностью Либо Как-то Коррелировать Эти изменения С реальной ситуацией Это абсолютно Бессмысленное занятие Вот вы сами Объяснили Почему Валентина Ивановна Ходила в зеленом платке Потому что Мало ли что У нее там было с внешностью А вы ее приняли За низкое поклонство Перед шейхами Нет Вы знаете Я надеюсь Что тогда Она просто спасала лицо Потому что Она что-то Завела Какую-то Непонятную Шарманку Про уважение К традиции Зато она Почетный гражданин Теперь Да Она почетный гражданин Но это Я думаю Почетная Почетная гражданка Почетная гражданка Но я думаю Что это Это торжество Для нее Поскольку Я ее знаю И подозреваю Что под всей Этой Грудой Сегодняшнего Пепла Все-таки Еще есть Живые Искры И живое Пламя Я думаю Что она Очень хорошо Понимает Как бы Маразматичность Происходящего Но ее правила Игры Обязывают Играть В эту Маразматическую Игру Зеленое покрывало Да И в это Зеленое покрывало И в этот Альянс С Гундяевым И во все остальные Глупости Не убивает Вера Невзорова В людей Это прекрасно Но Кстати говоря Мы с вами Практически начали С блогера Усманова Такого еще Неофита Видеоблогера Видеоблогера Мир И как человек С 10 миллионами Подписчиков В общем-то Могла Вообще Плюнуть им в глаза И развернуться И уйти Нет Зачем она Семья Говаривала Нет Ну она К сожалению К сожалению Каждую секунду На ней Вырастал Новый Миллиметр Ливреи Да Она все-таки На нее Подействовала Магия Власти И хотя Она могла бы Просто предложить Депутатам Сморкаться В свои мандаты Потише Да И грозно Постучать ручкой По столу К сожалению Она начала Теряться Таять И закончила Свою В общем Очень молодую Милую Глупую Но вместе с тем Симпатичную речь Она закончила Совершенно ненужным Расшаркиванием И плевком В сторону Бедного Соколовского Хотя Не надо Она назвала его коллегой Она назвала его коллегой Но назвала его при этом Идиотом Хотя этот мальчик Явно идиотом не является А скажите мне А зачем она Нужна была Депутата А они сейчас Решили Они учатся Да Они учатся быть Усмановыми Нет Они пытаются Изо всех сил Рассказать Молодежи Что пропасть Между вот этой Дремучей Замшелой Заплесневелой Реальностью В которую Погружается Россия И молодежи Не так велика Да Поэтому они Сейчас будут Делать Глупости Но Это все равно Ни к чему не приведет Все равно Это Бессмысленно Это заигрывание Оно и выглядит Сейчас Заискивающим Заигрыванием А то что Саша Спилберг Будучи очень успешным Блогером До них снизошла Но Не выдержала Испытаний Вот то что называется Увидеть такое количество Так называемых Депутатов Да Депутатов Энкарны В мясе Вот эту вот Всю концентрированную Тупость Эта концентрированная Тупость Подействовала на нее Так угнетающе Что она В общем Теряла и в своем Обаянии Каждую секунду И вот Приобретала Вдруг такую Вполне Чинопочитательную А они от нее ждали Мастер-классы Видимо Как вообще Это шласть был Все-таки Она например Рассказала Что ютуб Это то же самое Что для взрослых Телевизор И тут депутатам Открылось Что телевизором Нельзя управлять Молодежью Может быть Что по-моему Вполне Может быть Может быть Но вы знаете Я думал Что они не обучаемы В принципе И что Более того Им это все Неинтересно И не нужно Они Они надеются На то Что их Сохранит На их местах И никогда Не снесет Волна Народного Гнева Они надеются Что вот Какая-то Некая Некая сила Общероссийского Пофигизма Когда К любому Начальству Относятся В принципе Хорошо Только за то Что оно Начальство Поверьте Я же Четыре раза Был депутатом Госдумы И то что называется Не напоминайте Александр Ильич Основательно Изучил вопрос На этом Должен Закончить Опять не успеет Невзоров Рассказать О своем депутатском Опыте Спасибо Другой раз Александр Невзоров Виталий Дымарский Ольга Журавлева Невзоровские Среды До свидания Счастливо Да Счастливо Невзоровские Среды Тепленько Тут как у Ниниса Черт возьми По мере наступления По мере наступления Летный чек Курим Ругаемся матом Да Да Да